Денис Иоблев Денис Иоблев Александром Гурновым И предлагаем вашему вниманию его интервью Здравствуйте Здравствуйте Александр, вы более 300 работ посмотрели В этом конкурсе Не считал, честно Даже не считали, да? Ну, во-первых, титанический труд А во-вторых, что можете сказать, исходя из увиденного Все-таки работы очень разные И один конкурс от другого Один год от другого очень сильно тоже отличается Год от другого отличается, да, это бесспорно Вы знаете, во-первых, довольно интересно То есть, на самом деле, в этом году мне показалось Что было очень много действительно интересных работ И которые даже, знаете, поскольку времени мало Иногда хочется, ну, там промотать, там все Но иногда так цепляло, что было много работ Которые смотрел до конца Просто потому что как-то зацепило И было интересно Первое Второе Я обратил внимание, что мы очень много боролись За качество съемок Вот на местном телевидении На региональном телевидении И очень много стало блестящих операторских работ Особенно в номинации «Репортаж» Там спец, спецреп, да Просто, ну, потрясающе есть То есть, такие снимают оператора Просто невероятного таланта И творческие Видно, что действительно Действительно, люди работают Там не за страх, а за совесть Да Вот Второе Третье, что хотелось бы отметить Что Удивительно много Критики местных властей Не везде Не у всех Но она присутствует И разговоры о том, что на российском телевидении В России не осталось Не осталось Значит, все там поют в одну дуду Вот И все, значит И все, значит Там полностью сидят Там, как говорят Под губернаторами Там, это неправда Реально Очень много Очень много Критических И сильно критических Работ по отношению По отношению К местным властям А мы же прекрасно понимаем Что в регионах Критиковать местную власть Порой бывает опаснее Чем в Москве Центральную Ну вот Поэтому Вот это вот Это первое Второе По поводу того, что работы разные Действительно разные И по-прежнему, конечно Очень зависит от денег По-прежнему видно Что бюджет Бюджеты компании И, конечно, имеют Огромное значение Последнее, что хотелось бы сказать Что несмотря На разницу в бюджетах Разницу в новостях Там, в маленьком городе Понятно, какие там новостей А чуть не меньше Все равно Все-таки Первостепенное значение Имеет творчество Какая-то вот Одержимость По-хорошему Изобретательность Да, как-то Вот то, что люди Вот придумывают Понимаете, эти вот вещи Их по-прежнему очень много И они отличают Действительно Отличают очень многих Местных журналистов Хотел бы поднять Проблему, которая Наверное, сейчас волнует Всех региональных Телевизионщиков С подачи Народного фронта Теперь еще Единая Россия Начали активно Мудировать тему Давайте запретим Региональным властям Запретим Губернаторам Тратить деньги На собственный пиар Причем под пиаром Понимается Содержание Любых медиаструктур Не секрет, что Очень многие сильные Региональные каналы Это Татарстанский ТНВ Это БСТ в Башкирии Катунь-24 Тот канал, где вы сейчас Находитесь И так далее Содержатся все-таки В значительной степени На деньги региональных Властей И, собственно, вот этот Запрет означает Просто конец этих каналов По сути Насколько он вам кажется Оправданным или неоправданным? Ну, вы знаете Намерение-то благое Но, как мы знаем Что благими намерениями Вымощена дорога в ад Именно Вот То есть Они что хотят? Они хотят, чтобы Значит, губернаторы Не пиарились Как бы за Государственное счастье Это все хорошо Я бы не запретил Губернаторам Содержать Там Местные телевизионные станции Да Вот Дело Дело не в этом А я бы как-то Упорядочил Взаимоотношения Местной власти И телеканал Вы выполняете Немножко другую функцию Вы выполняете функцию И, кстати, в очень большой степени Коммуникации между властью и людьми Понимаете? И власти Точно так же важно знать То, о чем думают люди И что заботит людей Как людям важно знать Что замышляет власть И чем ожидать от начальства Понимаете? И это очень важная функция Поэтому Поэтому Вы все равно Не запретите Власть И влиять На средства Массовой информации Власть влияет На средства Массовой информации Везде Во всех странах Во все времена Борьба Как бы за умы Борьба Кто владеет информацией Владеет миром Это всем понятно Это было Есть и будет Поэтому Какими бы вы Такими формальными Ограничениями Не пытались Не пытались Запретные Меры не подействуют Я считаю Что нужны Просто цивилизованные Механизмы Немножко о печальном Вот на этот конкурс ТЭФИ Возможно в последний раз В своем нынешнем качестве Приехали Такие в общем уважаемые Мною люди Как Мелани Бачина Как Денис Бевс С Томского канала ТВ2 К сожалению В этом году Мы лишились Одного из самых сильных В Сибири Телеканалов Есть и Другие Тревожные звоночки Например Довольно сильная Миграция Хороших журналистов Из малых городов Сюда к нам В Омск В другие Города-миллионники То есть там дела Тоже обстоят Не совсем хорошо С телевидением Ну и конечно Никуда не делось В умывании кадров В Москву Ну денег нет В Москве тоже мало денег Да Но все-таки Вот Исходя из этого Что будет с региональным Телевидением По вашему С точки зрения Зрителя С точки зрения Человека имеющего Отношение к профессии Лет через 5-7 Здесь в России Или телевидение Станет у нас Столичной такой штукой Я не знаю Что будет с региональным Телевидением Честно Я не эксперт В региональном телевидении То, что сейчас Проблемы Они везде Проблемы Но нет денег В стране Там подешевело Нефть подорожал Доллар Ну естественно Мы же все Все вот эти камеры Мы же за доллары покупаем Любая камера Любой там диск Да Он стоит сейчас В два раза дороже В рублях Чем он стоил год назад Вот и все На раз что-то Я закрыл Там несколько больших проектов Понимаете Мы там Собирались сделать Французский канал Немецкий Все Сейчас это все Теперь на необозримые Будущие проекты Закрытся Там люди работали Тоже Они как бы потеряли И перспективу В этой работе Да Вот Что касается Что касается Перспектив Знаете Мне не очень нравится Вообще честно вам скажу Телевидение малых Таких совсем малых городов Потому что Все-таки Все-таки Ну как Скажем В Москве же тоже Были попытки Сделать телевидение районных Телевидение юго-запада Даже не окружной А скажем Да Управы-сокольники Да И мне Насколько я знаю Ну вот как Опять же зритель Это мне не увенчалось успехом Потому что Человек живущий в Сокольниках Он все-таки живет интересами Как минимум Москвы А вообще-то страны А вообще-то мира Когда у меня есть местный Какой-то канал Там В местном Местном Местного маленького города То они обречены Во-первых У них небольшой бюджет Да У них нету рекламы Они не рекламы емкие Они не могут рекламировать Проктером Гэмбелл Вы понимаете Они могут рекламировать Только местную фирму Которую там Ставят там окна Там недорого Да Ну вот На это не проживешь Вот Поэтому мне кажется Мне кажется Что вот это Что есть какой-то уровень Ниже которого Не должно быть Не должно быть Телевизионных станций Газета Да Потому что Это дешевле Радиостанцию Да Сто процентов Понимаете Ты утром включил Радио дешевле Оно значительно дешевле И оно значительно Значительно доходчиво Его слушают на работе Его слушают в машинах Там утром чистят зубы И так далее Там много есть пиков Радио Слушание А телевидение Я считаю Должно быть Оно Было очень много У нас местного телевидения Такое Мы сейчас говорим Совсем мелкое телевидение Мелкие городов Даже поселков Когда было много лишних денег Вот Понимаете Когда было много лишних денег Любая там Любая Там Нефтяная Не знаю Такая компания Считалась своим долгом Иметь у себя Там в поселке В поселке Да Даже муниципалитет районный Да Да Вот Поэтому Я не очень за Вот эти Совсем мелкие станции Вот Потому что Потому что Мне кажется Что мне кажется Что правильнее Если ты Если ты Если ты Хочешь Чтобы Там О твоем Маленьком Городке Или о поселке Знали люди Делай Сделай там Бюро Да И делай Оттуда Репортажи В тот же Омская Телекомпания Которая будет По региону Это показывать Мне кажется Это правильнее Чем каждый день Высасывать из пальца Когда ничего не происходит Ну вы же вот видели Наверное Как работа коллег Да Одно дело Омские новости Даже они Посмотрели с московскими Кажется Несколько Естественно Потому что Когда вы смотрите Работы своих коллег Из городов Там живет Тип-типо 150 тысяч человек Ну ни о чем Самая большая Самая большая новость Там не знаю Убежала собака Там вся милиция Ее искала Нашла Ну вот Ну что ж Спасибо что нашли Для нас время Спасибо вам Редактор субтитров А.Семкин